Итак, всем привет! С вами Александр Котин. Сегодня мой выход на канале Амаркетс. В среда и в рубрике «Открытый микрофон» проведу обзор финансовых рынков и посмотрим на то, что происходит, отвечу на ваши вопросы в самом начале. Напоминаю, что я отвечаю на вопросы, которые были под моим предыдущим роликом. Если у вас появятся вопросы на этот раз, пишите их в комментариях. Я отвечу на них через две недели в своем новом видео. Итак, давайте начнем. В следующем видео можно посмотреть «Магнит», «Аксенфарм», «Американ Аирлайнс» и так далее. Давайте посмотрим. Вот «Магнит». Обратите внимание, что акции скорректировались практически в ноль на недельном графике, то есть к минимуму 2010 года. Я считаю, что это вторая волна А, Б, С. В С я вижу пятиволновку. То есть здесь мы идем в какой-то новый импульс, вероятно, вверх. Очень возможно, что это первая волна. Давайте посмотрим, что происходит на дневном. Традиционно акции ниже дневного графика я стараюсь не смотреть и не ловлю развороты. Захожу уже в новый тренд. И если мы говорим про дневной график, тут есть дивергенция и также есть пятиволновка, вероятно, в какой-то первой волне. Но опять же, возможно, удлинение в пятой волне этой первой волны. Поэтому очень аккуратно в шорт я бы не стал заходить. Я бы понаблюдал за развитием коррекции и понаблюдал за сигналами на покупку. Что касается следующего инструмента, он торгуется на Наздуке. Обратите внимание на месячный график. Можно сказать, что это первая, вторая, третья, четвертая. Можно сказать, что все это первая, а вот это все вторая. Это не принципиально. Обратим внимание на то, что происходит в текущий момент. Тут месяц, март закрылся в верхней половине. И на недельном графике также какой-то уже импульс идет вверх. Тут была дивергенция. Очень вероятно, что это был EBC паттерн, A, B. И вот тут волна C. Возможно, B могла быть какой-то сложной коррекцией. Также смотрим дневной. Первая, вторая, третья, четвертая, вот пятая. Я думаю, что в данном случае не исключено, что это какая-то первая волна вверх. И я бы смотрел сигналы после завершения коррекции в покупку. Достаточно интересный инструмент, так как фондовым рынком я тоже занимаюсь с некоторых пор. Особенно американским. То мне это тоже будет интересно. American Airlines. Открываем месячный график. На этом инструменте каких-то интересных трендов практически никогда не было. Поэтому обращаем внимание на то, что происходило. Здесь 1, 2, 3, 4, 5. Вот коррекция. Здесь был бар практически с верхним закрытием. Но резко идет вниз движущая сила. Однако, если мы возьмем недельный график, то вполне возможно, что вот этот EBC паттерн мог здесь закончиться. Потому что вот тут есть дивергенция, хоть и небольшая. 1, 2, 3, 4, 5. Возможно здесь развитие первой волны. Поэтому в данном случае первая, вторая, третья, возможно четвертая. Я бы наблюдал за формированием 5-ти волновки вверх, отката и уже смотрел бы покупки. Либо, если вы торгуете внутри дня, а на акциях, допустим, я этого не делаю, можно присмотреться к каким-то сигналам на покупку внутри дня. С целью обновления этого максимума. Данная бумага пока смотрится шортово. Здесь сильная движущая сила вниз. Также я считаю, что вниз это EBC паттерн. И в волне C только третья завершилась. На недельном графике максималка АО. Очередная коррекция. Я считаю, что здесь еще возможны шорты. По этому инструменту. Вот здесь был бар с нижним закрытием на дневном. Как раз это была точка входа в продажу. Но, естественно, открыла бы только на следующем баре. Это очередной EBC паттерн. Я думаю, что какая-то четвертая. Есть еще один вопрос по Газпрому. На месяцы здесь практически никогда не было восходящего тренда. Я считаю, что это походит на EBC паттерн с достаточно сложной B of B. То есть волна B внутри волны B. Так как это вниз A, это все B. Не исключено, что то, что мы видим вниз, это некая первая волна и вторая. И я думаю, что мы можем обновить вот эти минимумы. Хотя не факт. Я бы смотрел приближенно уже к тому таймфрейму, с которого я обычно торгую акции. Это день. Даже не неделя. Потому что мог быть импульс вверх, коррекция и развитие вверх. Поэтому давайте вот откроем дневной график. И посмотрим, на что это походит. Или как это выглядит. Но в данной ситуации я бы сказал, что если даже это EBC паттерн с потенциалом уже снижения и обновления этого минимума, то в волне C явно не хватает 1, 2, 3. Вот это 4. То есть первая, вторая. И еще здесь просто не было пятой волны. То есть я думаю, что после обновления вот этого максимума мы можем пойти вниз. Так как структура подъема, она больше походит, конечно же, на коррекционное движение, чем на импульсное. Ну и кроме того, напоминает то, что происходит сейчас на индексе RTS. Я вижу Газпром как шартовый. Теперь перейдем к тому, что происходит на валютном рынке. Давайте рассмотрим евро-доллар. На мой взгляд, если мы не обновим вот этот максимум, то у нас сохранится EBC паттерн. И я думаю, что пойдем мы обновлять все-таки минимумы, которые были образованы в марте. Так как в данном случае вот такое резкое движение, оно говорит о том, что это вероятная первая волна вниз в развитии нового нисходящего импульса. И здесь не будет смены тренда, если мы не преодолеем максимумы вот на недельном графике, которые были образованы в начале марта. Поэтому в данном случае не исключено, что уже внутри дня, в 4 часах у нас есть первая-вторая волна. И мы можем пойти вниз, пойти хорошо вниз в третью волну. Фунт-доллар у меня сделка на продажу с двухчасового графика. Опять же, по той же самой причине, потому что дневной выглядит вот таким образом. И здесь было сильное закрытие, достаточно мощный дивергентный бар. Плюс мы зацепили максимум волны А. То есть это выглядит как EBC паттерн. Конечно, ситуация может поменяться, поэтому я торгую из расчета здесь-сейчас, то есть не строю каких-то прогнозов. Внутри дня, в 4 часах я считаю, что это была первая-вторая, и мы можем пойти ниже в третью волну. И вот моя задача остаться в этой третьей волне максимально возможное количество времени. Ну и, соответственно, у нас в первой волне есть все признаки 1, 2, 3, 4, 5. То есть даже есть дивергенция. Особенно это хорошо будет видно на меньших таймфреймах, на часовике, либо на 30-минутном графике. Доллар-франк. Было сильное закрытие на дневном графике. Вообще, возможно, то же самое, что и по евро, только в противоположную сторону. То есть мы пойдем в сторону доллара, можем пойти в сторону доллара. И в данном случае внутри не было дивергенции, но это ни о чем не говорит. Бывает, что импульсные движения, ну или импульсные волны внутри коррекционных полн заканчиваются без дивергенции. Вполне могла быть уже первая-вторая вверх, и возможно развитие восходящего движения. По крайней мере, в одном портфеле я не торгую все эти три пары. Я имею в виду евро, фунт и франк. Что касается доллар-иены, с этой парой нужно быть аккуратно. Опять же, это абсолютно исключительно мое мнение. Я, по крайней мере, ее не торгую в последнее время. И наблюдаю за развитием ситуации. Вполне могло быть А, Б и развитие волны ЦФ, которая первая, вторая. И я думаю, что мы можем обновить вот этот минимум. А там посмотрим. Посмотрим. Потому что то, что было вверх, могла уже быть какая-то первая волна, а это просто ее затяжная коррекция. Австралийский доллар пока не особо мне понятен, но на недельном графике у меня есть вот такой вариант, что это могла быть просто неправильная коррекция, и мы можем дальше пойти по тренду после завершения вот этой волны ЦФ. Но на дневном графике есть варианты того, что это завершилось только волна 3. Есть вариант, что это был ABC паттерн какой-то. Во всяком случае, если я вот здесь вот увижу ABC паттерн, то я буду смотреть на покупку сигналы, и никаких шортов пока здесь не рассматриваю. То же самое с новозеландским долларом. То есть если будет здесь красивый какой-то ABC паттерн внутри дня, вот тут вот ABC, то саму волну ЦФ торговать не буду. Я дождусь ее завершения и пойду по тренду вверх. До тех пор, пока не будут определены признаки смены тренда. Канадский доллар, на мой взгляд, на мой взгляд, данная картина, которую мы видим на недельном графике, она имеет восходящий тренд, но мы не добили вот эти максимумы, образованные в 2016 году. И, возможно, есть вариант того, что в данной ситуации образуется А, Б и волна ЦФ вот к этим минимумам, которые были в 2017 году. Поэтому в данном случае я бы просто понаблюдал за тем, что будет развиваться вот здесь. Если же... Ну вот примерно такая же картина, как на австралийц-новозеландце, только в перевернутом виде, потому что эти инструменты, они коррелируют. И в данном случае, если здесь будет ABC паттерн, я бы посмотрел продажи. Пока здесь вверх только волна А, и очень возможно, что могут появиться сигналы на покупку в волну ЦФ, либо в новую какую-то волну вверх. Здесь пока сложно сказать, это ABC паттерны, либо это развитие 1, 2, 3, 4, 4 волны и так далее. Я бы предпочел смотреть по факту и работать по тренду. Золото выставлено отложкой на покупку на прорыв фрактала. Я не люблю торговать прорывом фракталов, сразу скажу. Но в данном случае, это интересная ситуация, потому что по золоту я его вижу вот так. 1, 2, 3, 4. Здесь ABC паттерн в четвертой волне. И уже какая-то первая, вероятно, в пятой. Сейчас мы это посмотрим более приближенно. Вот как-то так. Первая, вторая. И тут не было сигнала дивергентного бара для того, чтобы зайти в третью. Поэтому вот здесь 1, 2 уже в новом импульсе. Как мне это видится. И я считаю, что вполне возможно, что тут можно будет зайти. Стоп, конечно, будет широкий. Но потенциал это обновление вот этих максимумов. Поэтому мы можем здесь оказаться в третьей волне. Серебро. В данном случае тоже у нас есть. Вот здесь дивергентный бар. 1, 2, 3, 4. Вот ABC паттерн хорошо видно. Я думаю, что мы дальше просто пойдем по тренду. Но это практически точка входа. То есть здесь покупаем, тут ставим стоп. Ну, соответственно, вот с этого бара с максимума покупка за минимум мы ставим стоп. Здесь четкий ABC паттерн. Волна С обновляет минимум волны А. В принципе, тот сигнал, который я обычно и торгую. Я думаю, что здесь мы можем покупать с потенциалом обновления вот этих максимумов. То есть, в принципе, потенциал этой сделки. Ну, давайте 40 к 105. Ну, где-то приблизительно 1 к 2 с половиной примерно. А может и больше. Будет по факту. Это ориентировочно, естественно. S&P 500. Я считаю, что в данном случае есть дивергенция между волной А и С. Почему, опять же, я рассматриваю это как А и С. Потому что я считаю, что вниз была волна А, а вверх развивается волна Б. И мы можем сходить еще вот сюда. Обновить минимумы марта. Но, на мой взгляд, пока что в волне С это только первая, вторая. И не исключено вот такое развитие событий, когда образуются третья и пятая. И они могут быть короче первой. То есть, удлинение может приходиться на первую волну. И это нормальная история. Потому что в данном случае, опять же, у нас была тройка внутри волны А. И обычно, когда тройка внутри волны А, волна Б ее корректирует хоть под 100%. А то и может обновить даже максимумы и уйти в неправильную коррекцию. Поэтому в данном случае я бы просто не торопился говорить о том, что грядет там вторая волна коронакризиса, там еще там что-то и так далее. Я считаю, что для этого пока нет оснований. Надо потерпеть, подождать. Биткоин я не беру в торговлю, потому что здесь нет понятной ситуации. Соответственно, тот сигнал, который был на недельном графике, я думаю, что мы можем обновить еще. Его максимум, потому что в данном случае мы видим бар с верхним закрытием внутри линии баланса. И это говорит о том, что здесь прошла какая-то внутренняя коррекция. И есть вероятность снова обновить максимумы. И вот только после этого можно будет говорить про какие-то ситуации в шорт. Но вообще за этим инструментом я пока что наблюдаю. Если вы возьмете примерно где-то часовик или 30 минут, здесь есть пятиволновка. Идет коррекция этой пятиволновки. Я думаю, что где-то здесь на 3 дня можно насмотреть какие-нибудь сигналы на покупку. Ну, посмотрим. Время покажет. Я бы это делал, но не всегда пользуюсь FIBA. Где-то вот 38,2 либо 61,8. Потому что если вдруг это какая-то первая вверх, первая корректируется хоть под 100%. Поэтому наблюдайте за развитием этой коррекции, не торопитесь. И возможно вы увидите четкую точку входа в покупку. Так же, как я это сделал на фунте, я не торопился и ждал просто точки входа непосредственно на двухчасовом графике. И по своей статистике я заметил, что чем у меня меньше сделок, тем они качественнее и тем больше получаются профита. О своих результатах, кстати, я рассказываю на своем канале FXCoach. Можете на него перейти, подписаться. Я провожу также торговлю онлайн. То есть совершаю сделки в прямом эфире. Это происходит раз в месяц. 23 июня я проведу очередной стрим, где мы поторгуем вместе. Ну и кстати, на 30 июня у меня запланирован воркшоп. Условия есть также на моем канале, как попасть на этот воркшоп. Либо вы можете написать мне на адрес электронной почты и я вам эти условия вышлю. Адрес электронной почты вы видите на экране. Пишите с темой воркшоп 30 июня и я вышлю вам всю информацию о том, как можно будет принять участие. Мы будем торговать до первой прибыльной сделки в онлайне. Ну естественно, это будет закрытое мероприятие. Также традиционно давайте посмотрим индекс РТС, что происходит с инструментом. В данном случае я считаю, что также было А, Б. И идет развитие волны С. Внутри волны Б. 1, 2, 3, 4. Я думаю, что после обновления этого максимума мы можем пойти в шорт. Ну и кроме этого смотрим, что происходит с парой доллар-рубль, ну или с фьючерсом на доллар-рубль. В данном случае пока движение вниз я рассматриваю как коррекционное. 1, 2, 3, 4. И после обновления минимумов не исключено, что придут сигналы на покупку. Наблюдайте за ситуацией. На этом у меня все. С вами был Александр Котин. Все ссылки необходимые есть в описании. Как со мной связаться, как подписаться на мой канал. До встречи через 2 недели. Желаю успешной торговли. Пока.